ой какое у нас тут лето 7 20 утра и тут вообще прямо жара щас пекла днем нам 30 наберется все какие-то бури у нас вчера были все прошло но вечерком решили съездить на каусер вот и зайти у дворы но просто посмотреть как люди живут здесь живет в основном россия конечно большая часть но и местные тоже такие при деньгах которые ну в общем вот так вот здесь люди живут моря здесь на каусере нет тут ник не искупаешься никак то есть тут люди просто живут работают ну кто-то тут надолго приезжают удаленщики какие-то вот и на выходные они берут резорт или там куда-то вот они уезжают ну как вот мы ездили и вот там они два дня купаются потом опять с понедельника до пятницы работают в общем вот так вот в таком режиме ну нормально тут прилично лавки магазинчики вот так вот в дворах все компактненько нормально жить можно это выходим по каусеров во внутрь во дворы зашли посмотреть и вам показать местную жизнь вот ну здесь по большей части туристы живут специи все по-русски никаких тут немецких там еще каких-то мясоморозильников а ну наверное замороженное мясо что ли не знаю вот прикольно все по-русски понятно кто здесь живет большинстве своем вот ну ничего здесь какие-то шмотки прикольная там какие-то джинсы шарфики такое все тряпочки жаротва продается мясо свежее было опять же какие-то ручные там поделки ну то есть видно что здесь какая-то жизнь есть деньги здесь есть ну как все тут чудненько фрукты продаются а это что о рыба там от продается крабики там всякие коттон луи лотус маркет что это такое на жрата как мы просто маркет небольшой интересно мы еще немножко подальше прошли по каусеру тетки на что будет сразу видно россии маша маша эндбир конечно где это машин бера нет вон лишь маша китс в р на хороший райончик хороший райончик но у нас все равно лучше у нас вид на море и у нас все равно лучше тоже прикольно так мы сейчас на каусере вышли мы вот оттуда вот из тех жилых кварталов ну каусер сам то вот такой ним и небольшой довольно такой компактный вот и сейчас вот мы прошли 200 300 метров не идем вот сюда без твой такой супермаркет его все что-то нахваливать там жертва говорят вкусная сейчас мы и посмотрим ну да приличный такой магаз готовая вот есть жертва салатики какие-то с орешками ну да молодцы прикольно прикольно оформлено красиво тут посидеть можно что-нибудь сожрать выпить искупленного так это чего тут всякие орешки и восточные всякие сладости давай какой приятный магазик приятный вот там молочко дальше стоит это всякие ореховые какие-то типа нутеллы наверно это что-то пустые контейнеры это наверно в кофе сиропа что ли или по надлись для панкейков сиропа бросить вообще классный магаз он яиц какой выбор хороший так это всякие его тут молочные изделия сметанки и все такое это вот заморозка картошки фри всякие какие-то эти наггетсы 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 так это у них рыба замороженная на я вообще не знаю как в египте замороженную рыбу купить зачем это креветочки ну хотя в принципе чем мы тоже креветки замороженная вопаем и нормально вкусно маркетином еще гадима и какой мяско то красиво и какой красивый балдеть красота там всякие котлетки и что-то какие-то еще сосисочки колбасочки полуфабрикатные тут у нас сыр но хорошо у них тут у египтян твердый уже сыр так это чаечки там всякие кетчуп и масло подсолнечное все есть оливковое масло прекрасно ух ты какая рыбка замечательная в масле обалденно прекрасный магазин хлебушек булочка и всякие тут эти сухие там где каких-то называются хлебцы классный магазин у них еще есть цокольный этаж а тут хозяйственные всякие дела такие гели-шампуни какие-то тапочки-шмяпочки и вот такой вот все ну классно магазин best way называется на каусере вот что тут даже это велосипедов есть сам велосипеды продается ничего себе велики пожалуйста можно купить почему я что-то не вижу пока не знаю но они около десятки на наше стоит может так спрашивали в египте запчасти вот велосипедная может быть мой рыболовный дочень сейчас найдем так вот даже спортивная какие-то скакалочки там теннисная здесь всякие ракетки и мячики для бадминтона есть всякие ну прикольно и интересный магазин вот рыболовная все вот несколько спиннингов висит леска ну такой все по минимуму вообще молодцы круто так вот и разные воблеры 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 ну так минимальном количестве что то есть но прекрасно интересного размера здесь крючочки конечно вообще не на наших пескариков вот этот крючок такой что ли больше на какой-то шакл похоже такой транспортировочный обалдеть ну вот это все воблеры это вот на кальмара наверно вот такие вот с такими крючочками ну это что-то совсем простое без удочки какая-то наверно типа донка с берегу ловить но что-то я не знаю что такое осьминожки какие-то прикольные блин вот это вообще конечно тунца что ли какого-то обалдеть серьезно серьезно и снова мы во вчерашней кафешке греческой сегодня мы по просьбе по просьбе оксаны руденко мы тестируем всякие греческие названия да какие-то супы заказали и два блюда заказали греческих говядина в винном соусе и баранье плечо в томатном соусе какие-то названия не запомнил и суп должен быть курица рис лимон что-то еще еще вот салат ну короче как всегда обожремся на ночь глядя вот такая у нас тут еду у нас тут офигительно как у нас тут круто как я люблю вот широту вообще обожаю офигенно поездили по другим районам нет у нас все же круче так пробуем куриный супчик нам вот принесли одну порцию на двоих разлили это вот куриный суп с что-то там с рисом чесноком там еще с чем-то потом скажем название греческий 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 прямо самый настоящий греческий с рисом вкусный вкусный ну вот попробовали греческую кухню хорошо суп пюре чесноком и рисом так еще вот мы заказали хлебушек с чесноком значит другой какой-то сделали другой какой-то сделали вчера другой был и какую-то вот эту размазню типа хлебушек макаешь и ешь тоже с чесноком слушай мы тут чеснока объедимся и раздуемся с тобой как шарики все у меня уже слюна течет надо кушать все супер он нежный нежный и остренький в то же время ничего себе ага принесли наше основное блюдо в греческой таверне вкусное мясо вино чувствуется даже какой-то тебе свинищем тебе алкогольные принесли мясо я бы сказала, что вина можно было поменьше потому что не пьешь и это у вас ощущение сильно манта вкусное тушеное мясо так, теперь повторю попробую и ногу и ногу принесли вон какую здоровую нифига там вообще какие кусманы плавают мясо обалдеть это с другими соус какой-то соус какой-то что там ничего, лучше? да тут травки, перчик какое-то гитая, какая-то масло какая-то что ли такое прикольное вот это мне больше понравилось и рестаран бомбей классно мы прямо не ожидали мы тут ну, отошли немножко в сторонку от Шаратона здесь под таким задворком ходим ну, здесь тоже интересно, весело но здесь все такое ну, подзашорканное и такое вот оно кондовое правильное а здесь прям такое вот козырное место в таком вот вокруг вот все такое пошел к на и такой козырный ресторан необычно надо как-то зайти надо как-то зайти люблю рестораны в таких задворках кевин что такое более классно классно нравится мне хургода как обычно у нас тут жарища солнце с утра сейчас 8 утра но солнце уже шпарит вообще по страшному счета сейчас уже наверно 25 26 денек будет хороший ну правильно прогноз смотрели говорили что вчера там 23 а сегодняшнего дня уже потепление там 26 28 ну и слава богу ну и слава богу что-то вчера как-то вообще прохладненько было кофточку надевали вот морюшка смотрите какое хорошенькое прямо не барашков не волнения никакого это замечательно просто замечательно мы сегодня на морюшка не пойдем я сначала по работаю потом лишь вечер мы на квадриках едем кататься вот а завтра наверно сходим на пляже побегаем с утра зарядочку и на пляж купаться в общем план такие а там уже и выходные там уже и ночная рыбалка у нас и вообще все будет совершенно по-другому интересно мы дождались с переходом времени что у нас там одно время на час тут другое час раньше прикреплюсь посмотрели вы блин пошли обратно сейчас мы ждем где-то не знаю сколько везти наверно да и вот скоро поедем ну давай йоу ну вот нас забрали теперь едем на стоянку гликодрики ну может еще кого-нибудь заберем мы не знаем пока что вот из каусера выезжаем вроде крутился крутился по жилым кварталом и поехал на выезд не знаю едем на квадре кататься на квадриках с ветерком хорошо музончик классный вот нас привезли короче в одну из но здесь пустыня штук пять наверно таких вот знаю как старо строение вот этой организации которые занимаются этими квадриками вот это вот всякая суета маята неразбериха короче тут сейчас нас одели арафатки эти шлема ну как обычно короче сейчас уже наверно поедем вот я так понимаю черный наш гид будет наверное мы втроем поедем с толпы потом на квадриках как как мух их там гоняет тысячи целая пустыня квадриках молодец а и и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok 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 Здесь такое кафе, туалет, бедуинский, ну там катают на этих, на верблюдах, бедуинский чай, нехитрые, короче местные развлечения, которые не меняются уже лет 20 у них. Ну походили, посмотрели, там какие-то безделушки купили по 5 долларов, ну вот, ну короче вот так вот. Сейчас покажу, что купили. Ой, да ладно. Да, не ладно. На память, потом забудешь, где чё? Короче, какую-то мазилку типа звездочки. Нет, она звездочки не пахнет. Ну, пахнет по-другому, но эффект у неё звездочки. Да, покажу сейчас. Дай, дай понюхать, вот в телефончик. Телефончик здесь понюхать, сейчас, чтобы все зрители наши почувствовали. Видите, не пахнет, она вкусно, она травками пахнет. Сейчас покажу ещё зубы. В общем, мазали и сочки, дубушка там, тот, чего болит. Настоящий зуб в верблюдах. Они их стачивают, чтобы они не касались, они их подпилили. И обломок тебе продали за 5 долларов безотходное, у них производство. Молодцы. Не обломок, они выдрали у бедного вербужа. Выдрали, понятно. Так, сидят тут тётеньки, пекут лепёшечки. 20 рублей, я так понял, лепёшечка стоит. Всё по-настоящему. В общем, народ, попробовали мадуинскую лепёшку. На самом деле, неожиданно, очень вкусная. Она такая, вот если, не знаю, видна, не видна, она как с какими-то крупинками. Она такая хлебка, как бы серая, не знаю, сочевичная, что ли, можно сказать, напоминает. Слодковатая. Прям вообще неожиданно, очень вкусная. Это, соответственно, бедуинский чай. Вот, бедуинский чай офигенный. Мы пробовали его привозить с собой туда, в Россию, заваривали, фигня какая. Надо его, наверное, здесь, на костре бедуинскими ручками. Тогда вкусно будет. Так, нет. Вот он офигительный, да? Пожалуйста. Да, вкусно. Сахару можно было побольше. Ну, не надо. Не надо, сахар вредно. Так, дядечка поджег нам сердечко. Не знаю, чего с ним сердечком дальше собирается делать фото. Общее впечатление, конечно, классно. Вот так вот. Мы с ним покатались даже из-за того, что мы были всего на двух этих баях, ну, квадроциклах. Это лучше, потому что я бы точно руку на руку, я бы, конечно, была. Руки вообще скрючешь из-бы. Класс. Очень круто. Очень-очень понравилось. Здорово. Ну, классно, классно. Здесь смысл такой. Мы покупали эту экскурсию в конторе Upper Egypt на Пшаратоне. Нам она обошлась 450 фунтов за квадрик. Это 1100 рублей за человека и заплатили еще за гид 1100. То есть 3300. Вот нас забрали в 2 часа и сейчас 6. То есть 4 часа вместе с трансфером. Ну, полноценных мы часа 3, наверное, так вот катались. А он сказал, что 25 километров там по пустыне вот этот маршрут. Ну, это он, конечно, преувеличил. Ну, километров 15, наверное, точно мы туда проехали. Вот. И там бедуинская деревня. Ну, вот это вот все. Чаечку попить, посидеть, а в релакс. Ну, такой, да. Как обычно. Пофотались. Там горы какие-то. Вот. Остановились на пару остановочек. Он там нас пофотал. Там даже и сердечко зажег. Там бензином сердечко полил и поджег. И получилось горящее сердечко такое. Да, молодец. Хорошо, дяденька. Дали чаевых, конечно, 200 фунтов. Ну, я думаю, дядечка доволен. 500 рубли на наши. Нормальные, я думаю. Вот. Ну, все хорошо. Обычные туристы. Ездим, улыбаемся, здороваемся. Чаевые раздаем, и у нас все хорошо. И стараемся индивидуально, конечно. С толпой неинтересно. Не с толпой, это вообще как-то. Да, так захотел, круги какие-то понарезал. Захотел, там что-то ускорился, туда-сюда. Ну, как бы сам себе хозяин. Пыль не летит, не надо парафатку, ничего. Просили остановиться туда, на гору. Говорю, можно сфоткаться. Ну, да, без проблем тормознул. Мы на гору залезли. Так классно. Все индивидуально, все привейт, очень замечательно. Да, стоит дешево. Ну, ой, в 3 тысячи, ну, нормально. Наверное, в отелях люди за эту... Нет, в отелях точно вот девчонка, вот, с которым мы познакомились в большом отеле, они 75 евро или баксов, не знаю, они отдавали за одного. Это как раз вот на квадрике, их забирают точно так же фото, в бедуинскую деревню, на верблюдах и обратно там. Да, можно было на верблюдах там покататься, ну, мы отказались, что-то, наверное, уже, да. Не мой зверь. Покатались уже, там в свое время хватит. Вот зуб выдрали у верблюда, на веревочку повесили. Настоящий. А так вот здесь вот это вот место, я его приложу потом, точку на карте. Здесь 5 или 6 разных, короче, вот этих контор, да. Можно, наверное, сюда приехать с улицы просто так. Вот, и, короче, это... Пока. Милейшие люди. Египтяне милейшие люди. Где еще такой можно вот уровень комфорта и дружелюбия получить, вот кроме как в Египте. Египет у меня вот вообще всегда такой. Все вот... В любой стране хорошо. Да, да нам везде хорошо. Я что-то даже не помню таких откровенно паршивых стран, наверное, и не было. Может, Индия так вот не зашла. Израиль. Израиль, да, не зашел. Да, точно, точно. Израиль не зашел. А все остальные вообще милейшие люди. Все эти иранцы, турки, тайцы, вьетнамцы. Все милейшие люди. Прекрасно. Замечательно. Нам везде хорошо, везде нравится. Вот. Сейчас едем в ресторан. Да. Мы сегодня практически ничего не ели. Утречка покушали. В обед мы... Что, мы фрукты только съели? Фрукты и чуть-чуть там. Вообще чуть-чуть. И хорошо, что мы, кстати, не поели. Это же я представляю. Вот на этой вот... Там бы весь обед и уйд. Едем мы в Land Cruiser в 70-м. Такой, наверное, 2000-х, а то и 90-х годов. Вообще, ну вот это вот машина, я понимаю. Обшивки нет, ничего нет. Все металл. Вот тряпочка сверху. Офигительно. Вот это вот машина. Я бы вот такой вот купил бы и езду. Вот это вот, да. Вот эта тачка, я понимаю. Я поднялась в такую, не знаю, как сказать, высоко сделанную. Из кирпича. Сверху крыша соломенная. Сижу в Балдей. Тут так прохладненько, так хорошо. В отличие от пустыни, там ветерочек гуляет. Прикольное место. Тихо, спокойно, никого нет. Я здесь одна. Остальные все уже убежали. Папечка вот там сидит. Сейчас покажу вам его. Вот он там у меня. Сидит, чай пьет. Бедуинский чай. Прикольный, тоже вкусный. Ну, в Шарме был вкуснее намного. Там стоят квадрики, джипики. Здорово. В общем. Красиво. Красиво. Солнышко садится. Закат. Тихо, мы начинали. Ой, хорошо здесь. Лепота. Привет. Привет. Привет всем. Уставшие, ушатанные. Пьем соки. Сейчас нам принесут чего-то. Прожрать курицу какую-то заказали. Вообще просто. Они говорят, песка вытряхнуло там из кофты полкило. Кофты с ним и обалдела. Я просто как-то у нас посыпалась. Филограмм. Это мы вот в нашем райончике сидим. Вот посмотрите, как у нас тут замечательно. Посмотрите, вот вроде все есть, но не шумно, ничего. Вот там, вот где вот кольцо. Вот там уже вот начинается вот сам широтон, за вся жизнь. Вот, сто метров. А у нас тут вот спокойно, тихо, но вот есть где посидеть. Вот эти всякие ресторашки тут такие. Вот. Прямо вот на первой линии мы на этот пляж загорать ходили в прошлом году. Ну и в этот раз были там один раз. И вот при этом пляжике здесь ресторан. И, кстати, наверное, жертва будет такая же, как на пляже, мне так кажется, да? Ну да, вообще кухня-то одна. Вот. В общем, вот хорошо-то у нас вообще релаксово. Прямо балдеем от этого района. Никакую мамшу я не хочу, никакой сахал-хашиш, не... Не-не-не, никакой там этот каусер. Который прошел кафешка. Да, тут вообще все есть. Не понравилась одна, пошел дальше еще кафешка. Релаксово и народ здесь ровный. Здесь не туристы такие вот ходят, а люди, которые тут живут месяц-два. Ну да, где спокойные немцы. Вот они вот эти вот апарты вот такие снимают. Здесь вот публика такая. Такая долгоживущая, все такие здороваются. Ну, все ровные. В общем, классно. Район шикарный. Принесли нашу пищу, пробуем. Анечка заказала куриный крем-суп. Я попробую. Заказала она еще говядину с грибами, говяжий стейк с грибами. Видимо, еще делают, наверное, подольше. А вот моя курочка вот уже сделалась. Они прям сразу готовят, прям чувствуются. Ну, это такой ресторанчик пляжный, такой попроще. Здесь будет дешевле в два раза, чем мы обычно жрем. Ну, и пища, наверное, попроще будет. Да? Ну, это ладно. Съедобно. Съедобно, да. Мы здесь сейчас, наверное, рублей на 400 пожрем. Ну, этих фунтов. То есть на тысячу наших. Извините, что я перебила. Наша немецкая любимая кафешка почему-то еще до сих пор закрыта. Открывается только завтра. Ура! Да, в немецкой кафешке, да, что-то там у них то ли хозяин меняется, то ли каких-нибудь у них тараканов нашли. В общем, что-то они пока клоус. Целую неделю почти. Ну, не ладно, не посадили в ресторан. Вот тут хугали. Так, мы что-то посидели, походили и арбуз решили расчикать. Вот это, вот это вообще. Пока все не съедим, отсюда не уйдем. Это мы после ресторана, где-то, наверное, часика полтора прошло. Мы тут себе на балкончик вышли. У нас тут классно. Ну, единственная, дорога такая шумная, а так все равно здорово. Тепло сейчас. Ну, так, сидим вот в кофточке. Где-то сейчас, наверное, на 20, 20 где-то, да, градусов. Пол девятого. Вот, да, пол девятого вечера сейчас. У нас тут вообще хорошо, спокойно. Белоксовое. Вообще классно. Классно, классно. Очень нравится. У нас тут на пляже вот так вот сегодня. Водичка прозрачнейшая. Солнце печет. Просто офигительно. Просто офигительно. Очень хорошая сегодня погода. Все прошли, все ветра. И у нас здесь наступило лето. Так, если кто сюда летит, вот, знаете, что вот так. Вот, чаечек принесли. Ну, вот и прекрасно. Мы вот так вот себе тут вот это все оккупировали. Оккупировали. Я вот тут работаю. Вот. Анечка у меня вот тоже работает. Тут с книжечкой валяется. В общем, красота. Прекрасно. Ползет моя прелесть. После того, как поработал сад часиков. Ну, вот, Бог не выдержал сдох. Садился в ноль. Ну, как ощущения? Супер. Водичка теплая. 24, наверное, градуса где-то. Да. Ну, я немножко потрогала, да. 24. Суперская. Такая освежает, бодрит. Как раз вот самое то. Ну, что, пока папенька работал, я что-то тут проголодалась. Жар лезывается. Заказала холодненького. Опять забыл. Мохито. Мохито. Два штучки не алкогольные и бутерброды. Только хотела, как обычно, эти заказать. Сказали, нету. Заказал друг. Вот, подкрепляемся. Подкрепляемся. У меня тут работа. Мысленный процесс подкрепить питательно. Да, надо в топку бросить, чтобы мозг думал. Уже сейчас 12 по местному. И народ все подгребло. Ну, мы тут часик-два еще, наверное, посидим и пойдем. Вот, потому что что-то уже народу много. Так не любим. Солнце припекает. Сейчас еще посидим, пойдем купаться. Я пойду купаться. Анечка-то не знаю. Нет. Вот. Вообще хорошо. Хорошо сегодня. Такие вот все ровные. Все такие вот это. Спокойные. Никаких детей, ничего. Вообще супер. Супер. Место классное. Так, вечерком мы решили сходить в ресторан Гранада. Вот он. Вот это вот все огромное здание. Это ресторан Гранада. Ну, он где-то, наверное, метров 700 от нас. Ну, мы решили так прогуляться. Здесь вот набережная. Вот дикий пляж такой. Здесь рыбачки всякие. Вон там черные фигуры. Это, наверное, рыбачки как раз и ловят. Вот. Ну, это уже вот окраина нашего района. Шаратона. Мы здесь бегаем. Нам вообще здесь нравится. Очень здесь тихо, спокойно. Вот. Так, принесли наши мороженки и чай. И молочные коктейли. Торога уже к тебе принесли. Выпить шайки? Мелкшейк сюда. Ничего себе мелкшейк. Он там густой, как йогурт. Смотри, какой мелкшейк. Какая себе. Таи, плоско. Ох, ты. С мяточкой. Мяточка отдельно. Вот это, конечно, супер. Хочешь, кладешь. Хочешь, не кладешь. Старашка. Крутой, да, конечно. Принесли основное наше жареное мороженое. Вот, Айечки. Сначала мороженое. Сначала мороженое. Жареное мороженое. У меня обычное мороженое. Я, Мюшечка, вот такую штуку. Ну, давай пробуй. Это жареное мороженое. В прошлый раз я его съела и опедила. Только быстро не размасивай руками. Камера не успевает за тобой. Он такой-то в каком-то этом. Раскрывай его. Видите? Там мороженое, а сверху оно пожарено. Оно в каком-то кляре, да. Причем с орешками совсем. Вообще бомба. Пиздет. А мои ожидания оправдались. Какое вкусное. Обалдело. Как так можно? Улет. Знаю как. Обалденно. А я просто ванила айскрим себе заказал. Три шарика. Мы нашли прошлогоднюю парикмахерскую, куда мы год назад ходили. Прямо тот же самый чувак тут работает. Все то же самое. Флэшбэк, короче, такой прямо. Вот Данька тут подравнивает немножко ее. Залысину, да, или как она называется. Меня тоже немножко у кого подкаратят. Постригут. Вот. Вот такая вот парикмахерская. Прямо-прямо в самом что ни на есть египетском квартале. Вот такая вокруг атмосфера. Совершенно египетская. Вот сама парикмахерская цивильная. У них все время так. На улице какая-то это, ну, разруха и срач. Вовнутрь в помещение заходишь. Все вот вообще идеально чисто. Чище, чем вообще, я не знаю, в России. Все вообще классно. Молодцы. Вот у Анечки веревочкой удаляют волосики. Санечки. Какой-то белой штукой тебя намазали. Ну, это да, чтобы не было. А я не езжу. Может быть. Супер. Такой процесс. Все по-настоящему. О, какая красота. Пронесли наш. Реклама. Наш завтрак. Спасибо большое. Красс. Очень вкусно. Мы опять на Шаратончике. В нашей немецкой кафешке. Что-то мы на солнышке не хотим вот там сидеть. Да, и вот какие-то тетки там бездливые. Дети пищевшие. Фу-фу-фу. Вот. И мы вот подальше, чтобы на второй линии уселись. Вот. Сегодня у нас 18-19, 12 число. На рыбалке у нас погладилось. Потому что сегодня планируются волни. И поэтому мы решили. Ну, все, кто там должен быть, через неделю. Может, через две поедем, когда успокоится море. Поэтому мы взяли отельчик в другой территориальной зоне. Там, типа, как пещера, так красиво. Посмотрим. Позавтракали мы опять в немецкой кафешечке. И вот сейчас выдвинулись опять на такси. Ну, типа, Яндекс.Такси. В этот отель вызвали мальчика. Приехал очень быстро. Машинка новая, просторная. Очень хорошо. Пока день начинается просто сидеть. Ну, и слава богу. Пару замечаний. Машинка прекрасная. Какой-то Китай. Вот. Новенькая, суперская. Видно, что недорогая. Обзор шикарный. Вообще шикарный. Шикарная тачка. Просторная. Сзади там вообще холодильник можно запихнуть. Практичная, хорошая тачила. И сегодня 18-е число, а не 19-е. Так. Вот машинка, на которую мы приехали. Какой-то непонятный Китай-банчик. Ну, хорошая тачка. Мне понравилась. Видно, что недорогая. Но туда вообще холодильник можно запихнуть. Или шкаф. Вообще прекрасно. Прекрасная, недорогая машинка. Вот. По поводу района, вот где расположен вот этот отель. Кейвс Бич. Район никакой. Дорога. Я вот сейчас даже выйду. Короче, в полутора километрах отсюда мы проезжали какой-то район. Там сплошные отели. Гавайи, 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 Парадайз, Гавайи, Ту, Гавайи, Сё. Вот. Вот за ветряками. За ветряками там немножко. Ну вот. Все эти уже повыцвели немножко. Вот теперь все они так интересны. Все, конечно, гипсовые, но очень здорово сделаны. Секлеаны там всякие тянутся. Очень щедрые. Да, да. Стильно. Ну прямо. Там внутри как бы бунгалки такие. Прямо сделали когда из какого-то палеолита. Такое все как бы стилизовано. Ну понятно, что такой гипс. Немножко уже подзатертый, подвыцвевший. Ну прикольно. Прикольно. Конечно, брать целый прямо вот две недели отпуск здесь я бы, наверное, нет. Просто лежать на пляже, а куда ты отсюда уедешь. Ну точно так же. Мне эти двери с этой экскурсии мотаются. Ну, экскурсии, наверное, в принципе, да. Ну как бы вечером-то надо куда-то выйти, что-то там. Что-то где-то. Ну, конечно, да. Конечно, если люди просто приезжают две недели в отеле сидеть, в принципе, наверное, без разницы. Переплачивать за хороший район незачем. Можно и здесь. Прикольно. Ну, прикольно, красиво, да. Здесь двери немного, вода падает. Лава-диско. Ну, я так понимаю, они, наверное, себя позиционируют, как такой отель для взрослых, с такими-то танцульками, с такими вот развлечениями активными для взрослых, наверное, так. Не знаю. Так, открыта обстановка на ресепшене. Ну так, интересно, тоже в виде пещеры сделано. Ну, забавно. Забавно так на разочек. Интересно. Вот сам ресепшен. Заселяемся. Так, это мы зашли, собственно, уже на территорию отеля. Все что-то, да, в басике. Может, там и подогревчики есть. Барчик шумненький, это, конечно, минус. Он, да, какие колонки там здоровые. Ну, отель для взрослых. Ну, нам без разницы, нам будет музыка надоедать, мы берушу воткнем. У нас, как бы, есть средство борьбы с этим. А может быть, есть где-то басики потише. Я думаю, должно быть на каждый вкус. Ну, да. Вот одни все взрослые такие, нашего возраста, на людей, в основном. Нормально. Вай-фай есть, да. Потрогай водичку, тепленькая или нет. Тут еще, может, перечески какую-нибудь волну запускают, раз такой здесь подъем есть. Ну, че? Хорошая, теплая, да? Ну, и хорошо. А не горит тепленькая водичка. Ну, отель и отель. Места на лежачках, так, не то, чтобы много, но где-то так вот, где-то, где-то есть. Вот. Конечно, места у басика мало для такого большого отеля. Ну, посмотрим, пойдем дальше. Есть вот такие номера на первом этаже со своими лежанками такими, с кроватками. Немножко далековато от басика, конечно. Вот там, я смотрю, еще есть один бассейн. О, смотри-ка, здесь потише, поспокойнее. Вот мы, наверное, где-то тут вот будем обитать. Мы вот так вот любим, чтобы небольшой басик, буквально несколько лежачков, такой привейт. Вот это вот наше место. Мы уже старенькие. Да, вот здесь вот кайфово. Вот тут кайфово. Ооо. А тут что-то народу нет. Может, там вода холодная. Ну-ка, иди-ка посмотри. Наверное, точно тут не купается кто-то. Так-так-так. Осторожно, в воду не пиздык. На всякий пожарник здесь ходит пиздык. А да. А тут холодная. Cold? Cold. А самой народу нет. Ага. Ну и ладно. Мы будем обитать тут, а купаться, ходить туда к ним. Ну, да, может, и привыкнем. Здесь будем купаться. А может быть, и в море будем купаться. Посмотрим. Ооо. Да. Вот. А вот здесь вот кайфово. Вот здесь кайфово, да. Ага. Конечно, вот эти вот все побережье вокруг, оно вот, ну, типа привейт. То есть, заставлено лежаками чьими-то. Здравствуйте. Из чьих-то номеров. То есть, как бы, ты не можешь в любом месте вот этого вот бассейна... Ооо, для этого, для этого. Мы заселимся. Мы только что приехали. Попозже. Спасибо. То есть, вот эта вся территория вот этого всего бассейна, ты не, ну, не можешь вот где угодно прямо лечь, и все. То есть, вот эти все лежаки, они привейт. Вот. Ну, наверное, где-то что-то можно будет найти. Здрасте. Найти какое-то местечко уютное и приятное. И вот там просто, видишь, под зонтиком это просто дырки. А, может быть. А, может быть. Это и нают. Так-то, конечно, кайфово. Вот какой-нибудь вот такой номер взять, и все. И вот у тебя вышел из номера, сразу же у тебя такая кроваточка, что-нибудь посидел, потупил, пробки пожрал, потом сразу раз, в басик. Ну, хорошо. Вот если такой номер, это вообще вот прямо, да. И очень зеленая территория. Да, прямо супер. Территория зеленая, но при этом мух нету, да. Вот это хорошо. Обычно я к зелени как-то не очень отношусь, потому что где зелень, там мухи. Но вот если они вовремя этих мух утравят каким-нибудь дымочком, то вот хорошо. Так, вот здесь вот это очередное, как бы это скопление народа. Ну да, здесь такие без музыки. Холодная водичка, сразу понятно. Все поняли. Молодец. Ну, сюда прикольно. Прикольно. Вот такая релакс-зона здесь. Вот, можно вот там вот под зонтичком посидеть. Везде Wi-Fi написано. Ага, везде Wi-Fi есть, говорит. Анечка, ну то, что написано, это ничего не говорит про Wi-Fi, потому что на ресепшене, когда мы заселялись, там тетя одна говорила, что Wi-Fi только на ресепшене ловит. Так что, как бы, если будете здесь жить, ну, наверное, лучше все равно симку купить. Благо она 500 рублей стоит. Я вообще не понимаю, какие могут быть проблемы тут с интернетом в Египте. Если ты просто можешь купить за 200 фунтов в аэропорту симку, и там у тебя 40 гигов будет. Вообще никаких проблем. Вот это пустая какая-то территория непонятная. Что-то здесь хотели, наверное, сделать, но не прижилось. Где-то был указатель дальше SPA и GYM. Может быть, вот это вот оно. Может быть, вот это вот оно. Не знаю. Сейчас посмотрим. Вот. Есть еще вот такие бунгалки. То есть, просто ты выходишь, и у тебя, ну, мимо тебя, во-первых, вот здесь вот будет народ ходить на пляж. Я так понимаю. Мимо твоих окон. Это вот не есть гуд, конечно. Может быть, нас, кстати, в такую же и поселят. Типа пещеру. Не знаю. Но нам-то все равно на одну ночь. Ну, в общем, вот. Бунгало это вот так вот. Так. Что там дальше у нас? Волейбольная площадочка. А, у них с той стороны выход еще. Это у Бунгало. Ну, может, на ту сторону есть выход, не знаю. Тут надо просто вход. А там на ту сторону чего? Нет, на ту сторону там ничего нету. Да, да, да. Там что-то другая. Другой какой-то окон. Да, на ту сторону там у тебя ничего нет. У тебя окно будет вот сюда в зелень, в забор упираться. И одно окно на дорожку у тебя будет. Вот куда люди ходят там все. Короче, так вот. Волейбольная площадочка такая неровная. И песочек такой утоптанный. Я не знаю, это хорошо или плохо. Сеточка такая подзатрипанная. Так, идем дальше на пляжик смотреть. Сейчас отлив. В отлив будет вот так. Вот так вот будет. Вот они все тут по колено бродят, короче. Вот туда, вот туда, туда, туда. Вот они там по колено километр там идут. Выглядит все это как будто карать верблюжьи какашки на берегу. Да какашки, какашки. Короче, крайне неприятный запах, конечно, ну, таких гниющих каких-то водорослей или крабов. Вот пляж. Ну, короче, у нас там на порядок. На порядок просто. Порядок, порядок. Мне вот такое море абсолютно не нужно. Я такое вот нет. Особенно жалко людей, которые две недели сюда купили. Туры вот тут сидят и никуда выбраться не могут. Это песец. О, это песец. Мы-то еще как бы надоел один пляж на другой пошли, на третий там. Мы как хотим, так и меняем их. Там по 50, по 70 фунтов просто платим, и все. И у нас так, сяк. Вот взяли там, сюда съездили в отель, туда съездили, все посмотрели, сравнили. А вот люди, которые просто сюда вот торт купили, это не. Это пипец. Ну, мы нормально, позагораем, релакснем там у Басика. Может, вечером какая-нибудь анимация будет, ну, и утром уедем, и все. А так, нет, я бы не советовал этот отель, конечно, для отпуска. Водичка теплющая. Единственное наше мнение, может быть, понтончик вот тот поменяет. Может быть... Ну, наверное, не наш. Ну, пусть нас попробуют силы оттуда выгнать. Не-не. Сходим потом, посмотрим, может быть, занорнем туда рыбок каких-нибудь глянем. А с той стороны понтона нет никакого. Вот там, где-то, где ветеравки на ведре отсюда. Еще минус, это то, что... То, что здесь в баре сам не наливаешь напиточки, а вот дядечка наливает. То есть, ты не можешь сам подойти, себе набулькать и все. Ну, то есть, так, экономить таким образом. Ну, то есть, тебе нужно вот это блаблабла попросить там у кого-то чего-то, и ты меньше выпьешь из-за этого. Вот, предыдущий отель в этом плане был лучше. Ну, и вообще, во всем лучше. И джакузи там были крутые, и атмосфера, и почище, и, как бы, пляж кайфовый. Вот. Ну, здесь тише, спокойнее. Это такой старперский, релаксовый отель. И он погрязнее, конечно, чем предыдущий. Погрязнее, чем пирамиса. Вкусно, да? Ну, хорошо. Ну, короче, вот так. Пирамиса выигрывает, конечно, однозначно. Пирамиса на 6 баксов была дороже. Ну, то есть, практически те же деньги, и там, и там какая-то акция лютая. Вот. Этот нам в 70 долларов обошелся с налогами. Вот. Пирамиса в 76. Ну, они, в принципе, одного ценового диапазона, я так понимаю, но пирамиса, конечно, намного, намного, намного круче. Вот. Так, вот мы пришли посмотреть спа-зону. Вот там, я так понимаю, спа-спа, то есть там, наверное, сауна. Вот, какие-то здесь массажи есть. Вот. Теперь пойдем смотреть джим. В джиме прохладненько. Это хорошо. Джим сходу кайфовый, да. Техно-джим. Пахнет так новенькими, причем, вот этими тренажерчиками. Такой прямо запах. Да, вот качалочка-то кайфовая. Здрасте. Да, слушай, кайфовая. Дорожечек всего две, так что с утра они могут быть, наверное, и заняты. Так. Ну, вот стоечка там есть, да, поприседать можно. Наклонная скамеечка есть. Смита я чего-то тут не вижу. Стренажерка еще прям не вижу. Ну и хорошо. Ну вот с утреца, значит, пойдем. Вот обычная скамеечка пожать здесь. Да, Смита, походу, нету. Ну и ладно. Нет, тренажерчики хорошие. Да, тренажерка плюс. Вот тренажерка отелю зачет прям, зачет, молодцы. Очень как бы это комфортно. Пацки такие занимаются. Видно, что занимаются, занимаются они так просто. Молодцы, хорошо. Так, вот спа-зона. Там у них джакузи есть, и сауна, и хамам, и все такое. Ну, сделано стильно. Насколько качественно делают, не знаю. Ну, цены такие 25, 50 евро, 60 евро. То есть, ну, отель все в два раза, конечно, подзаряжено. Ну, поэтому мы так походили, сказали спасибо, и сделаем все это на широту не дешевле. В три. ГТД, в три раза дешевле получится. Ну, короче, мы спросили, а сколько будет стоить джакузи, хамам, сауна, там, вот это все, массаж, маска там для морды. Короче, 60 евро на человека. 120 евро на два их, то есть, 10 тысяч за полтора часа. 10 тысяч за полтора часа крепко. Короче, мы поблагодарили, и пошли себе с миром. Мы, конечно, не то чтобы бедные, но десяточку выкинуть за полтора часа я все же нет. Нет, я тогда сделала неправильно говорить, потому что нас ждет 10 массажей, 10 дней, тайками деланные на широтоне, договорено. Да. За 20 тысяч с копейками нам будут 10 дней делать тайки-массаж. Ну, 25. Ну, 25. Короче, так вот. Пляжная жизнь кипит там. Ну, так нормально. То есть, кто любит вот такие вот темы, ну да. Нормально. Бассейн вот этот теплый, подогреваемый. Так, вот мы идем к нашему номеру. Здесь такие, типа, наскальная живопись. Такие чуваки вырезаны. Да, прикольно. Ну, вообще так все под пещеру стилизовано. Да, интересно. Наскальные рисунки. Да, наскальные рисунки вон тут изображены. Вид у нас, я так понимаю, будет на забор какой-то. Да. Ну, да, пещера, пещера. Ну, забавно. Балдагинчики. Ну, просторный номер. Где тут стоит вон? А, вот. Просторный, прохладный номер. Да, прохладненько. Ну-ка, у нас там есть... У нас там есть балкончик. Слушай, мне нравится. Ну, это классно. Балкончик, это хорошо. Очень здоровенный балкончик. О, балкончик-то суперский. И здесь у нас quiet. Здесь у нас тихо. Тут у нас улгающий гнездо какое-то. Супер, супер. Спасибо. Мои разы. Да, вид сикарном. Ага. Не, вот теперь мне нравится. Вот. Вот это, да. Вот это мне нравится. Так, вот вид с балкончика. На больших металличках. Здесь у нас, да, вот это релакс-зона. Снизу там у людей какие-то, видимо, люксы. Вот эти их кровати. Все ровные, спокойные. И музыки тут никакой ничего нету. Вот. Прекрасно. Да. Вот это другое дело. Мне понравилось. Нет. Идеальных отелей не бывает. Есть плюсы, есть минусы. Для кого-то плюсы важны, для кого-то не важны. И минусы наоборот. Кому-то пофиг, кому-то не пофиг. Я вот не люблю музыку, не люблю курящих, не люблю мобилки, когда тыкают со звуком в определенные слои населения. И детей верещащих не люблю. Это для меня принципиально. Не люблю, когда в море заход такой вот по колено. Идешь, 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 идешь. И внизу какие-то у тебя говняшки там, кораллы дохлые. Вот это я не люблю. Для меня это вообще принципиально. Здесь вот плюсы в том, что люди ровные, детей нет. Минусы море фиговое. Ну и сам отельчик такой немножко подзашорканный. Но все работает, ничего тут не разваливается. То есть так. Ну, отель имеет право быть. Не знаю, за 70 баксов, ну, наверное, да. За 5 тысяч в сутки. Это все включено за 5 тысяч. Это со жратвой, с напитками, там вообще со всеми делами. 5 тысяч в сутки. Ну, да. Да. Почему бы нет. Наверное, конечно, есть и другие отели за 5 тысяч получше. Ну, в принципе, нормально. Это отель на эти деньги стоит. Я прибавлю отель. Чего? Номер классный. Безури, пещера. Номер-то классный, да. Пещера, да. Номер зашел. Нет? Номер хорошо, хороший, да. Да, весь отель разрисован вот этими человечками с наскальной живописью. Интересно. Всякие разные, тут, динозавры какие-то нарисованы. Неандертальцы там. Вон, мужик какой там сидит. Обезьяна подобный. Классный отель, да. Классный. Интересно. Сидим, ждем нашего обеда. Еще 20 минут. Ну, хорошо. Здесь такие есть и активные зоны, и такие, где посидеть, просто релакснуть. Хорошо. Хорошо, отель зашел. Первоначальное такое впечатление было морем, конечно, испорчено, но сейчас нормально. Так, да, отель хороший. Ну, по-своему хороший. То есть здесь надо вот эту атмосферу... Ну, на Букинге, на картиночках вообще непонятно. Самое главное, в отеле атмосфера, конечно. Ее понимаешь, когда вот ты уже здесь. То есть так ее из... Из России не понять, конечно. Не знаю. Не знаю, как выбирать отель по картинкам. Ну, вот нам здесь сейчас, в принципе, да, нормально. Хорошо. Есть активные зоны, есть где-то сидеть, где-то усануть. Качалочка хорошая. Ну, побегаем там по дороге. Четрица. Ну, нам нормально. Сейчас посмотрим, как еще покормят. Это тоже очень важно. Так, по поводу пищи. Ну, ресторан большой, тоже стилизованный. Чисто. Пища столовская, как обычно. Ну, вот курица какая-то в масле кипящем сделанная. Макарошки. Ну, это, наверное, паста по-ихнему там, вот это вот называется. Ну, для меня это макарон. Много. Мы сейчас дальше посмотрим, что там есть. Соки мы здесь попробовали. Они такие, как везде. Юпи-юпи. Порошковые. Вот она вот, эта курица. Народу толпы нету. Уже хорошо. Так. Тут что-то, наверное, яишку какую-то делают. Тоже что-то такое столовское. Говядина, что ли? О, говядинка тоже, да. Говядинка супер. Турционные овощи. Какие-то тоже типа макарошки. Какие-то бутики. Так. Это что-то типа лазаньи такое там дают. Ну, и что-то и все. Вот, алис с креветками. Бобы. Ну, это местная такая для египтян пища. Что там, рыба написано? Не знаю, что там рыба. Так. Ну, это вот себе салатик, наверное, с бодяжи. Там ингредиенты всякие. Ну, что-то и все. Ну, пища бедная. Ну, как бы выбор не очень большой. Так. Вот это лисичка мы себе стырим на балкончик. Несколько штучек. Сластюшки всякие. Ну, сластюшки выглядят так. Химически. Химически, конечно. Я бы такое, наверное, есть не очень. Ну, попробуем. Попробуем по одной штучке возьмем. Может, я и ошибаюсь. Красивенько. Красивенько. О! Уже на запах прискакала моя пчела прилетела. На запах сладненького, да, Божок? Ну, бери, раз бесплатненько. Там вот кокосовые такие вот были. Видишь, вот там. Вообще классные. Разные. Так, а это тут чего? О! Какие-то есть, смотри, интересные устрицы. И внутри креветка, что ли. Да нет, тоже устрица. Ну, интересно. Вот это что-то такое любопытное. Кальмарчики. О! Вот этого надо набрать. О-о-о-о-о-о-о-о. Вот это вот наша тема. Вот этого нужно набрать. Да, вот это здорово. Так. Тут у нас чаючки, наверное, всякие, да? Нет, суп. Сифурфит, вермишельный суп. Какие-то тоже салатики, булочки. Из креветок здесь у них много всего. Ну, каких-то салатиков такого. Так, выбор булочек. Нет. Выбор булочек хороший. Ну, столовка. Столовская обычная такая пища. Ну, на 4 звезды, даже поменьше, наверное. Ну, да, на 4, наверное, да, с минусом. Сейчас попробую бы на вкус. На вкус, не знаю, может быть, сейчас с нами и поменяется мнение. Ну, отель такой, да. Ну, за свои деньги, если не очень задорого, то да. Что ж, нет. Нормально. Очередей нет, чисто. Нормально. Вот, после обеда наступил приливчик. Ну, и стало на пляжике как-то получше. Ветерочек небольшой поднялся. Видите, вот волна, и бывает ветерочек такой идет. Ну, он сейчас такой, не это, скальп не сдирает, так что нормально. Вот, а так, если серьезный хамсин придет, тут на пляже вообще сдует нафиг. Вот. Ну, здесь пляжик такой вроде в бухточке небольшой расположен. Так что, в принципе, тут, наверное, совсем как-то как-то не должно сдувать. И здесь, ну, так, с обоих сторон вроде такие заборчики. Ну, так, ничего, не хорошо, не плохо. У нас-то вообще там просто идеально. А бывают пляжи, где вообще просто вот километр одни лежаки стоят. Вот там сдует точно. И еще и какой-нибудь мыс в море выдающийся. О, это все, это вообще зимой, там где-то вот весной. В марте вообще нельзя такие выбирать отели. Вот, этот еще как бы для марта нормально годится. Вот. Ну, конечно, когда был отлив, вот это вот дно выглядело вообще жутко и воняло. Там эти все медузы какие-то, крабы дохлые лежали и пахли. Вот, ну, сейчас более-менее как бы купабельно. То есть, может, даже и залезу разочек. Ну, люди как-то так вот заходят куда-то там по колено вот. Вот так вот присаживаются на корточке и стоят. И все. Ну, короче, так. Вот. А коралл вот-вот-вот там дальше. Это сколько метров? 200, наверное, отсюда. Это вот нужно туда протопать. Или взять ласты, аккуратненько лечь на пузо и плыть туда, вот именно в ластах. И вот тогда, да, доплывешь до коралла. Вот, ну, у нас ласт нет, пешочком туда не дойдем. Вот, а вот этот пирс, он чужого отеля, через отель получается. Вот, и туда вроде как не пускают наших, из нашего отеля людей. Ну, будет настроение, мы потом дойдем, прогонят, охрана так прогонит. Вот такие чуваки. Не обидимся. Ну, нормально, нормально. Отель так, на четверочку. Нормально, на четверочку, бажок. Да? Нормально. Ну, по итогу мы вот так вот здесь определились, у морюшка. Ну, народу немного, пляж тихий. Люди такие тут принципи ровные, спокойные. Детей нет, верещать никому. Да, вот это отсутствие детей, это, конечно, супер. Ну, нормально. Контингент в основном европейцы, причем даже не немцы, а какие-то англичане, поляки. Вот, Россиюшка там громко прибухивает. Ну, или хохлы, но это уже, в принципе. А так европеоиды спокойные, нормальные все. Заехали в магазинчик, три пирамиды, здесь, рядом с нашим отелем. С таксистами с этими связывались, короче, возле отелей там стоит мафия таксистская. Вот. Ну, тут ехать километра два с половиной, наверное. Ну, мы выходим, говорим, 30 фунтов. Это и то много. Вообще, реально, там 15-20 фунтов. А, нет, 50. Ну, нет, и нет, и все, и пошел. Они там бежать, что-то вот это вот кричать. Друг. Когда уходят деньги, они сразу вот это кричат, сразу ты им друг становишься. Ну, и как бы мы, не-не-не, все-все-все. Ну, я не люблю торговаться. Если сразу зарядили, значит, меня за дурака держат. Ну, и все, уже разговора не получится. А там маршрутончики ходят. А, вот я смотрю, в одну сторону, в другую. Я говорю, не-не-не, сейчас вот маршрутончик поймаем, а то вообще за два фунта доедем. Мы тормозим маршрутончик, а эти таксисты, типа, проезжай. Нафиг, он им мимо проехал. Блин, нихуя себе. Такие у них тут эти, блин, правила. Янечки, ну, пойдем-ка отсюда. Отошли в сторонку, вот, метров 30. Ну, и все, там дяденька какой-то остановился. И нас там за 30 фунтов довез. Таки тоже еще начались, там у него сдачи нету, до этого нету. Блин, связались. Вот эти вот бирки видят пакетные, ну, отельные. И все, раз бирка, значит, долбоеб. Значит, можно вот это вот. Сдачи нету, блин. Вот, сука. Ненавижу вот эту пакетную, блин, херню, блин. Надели бирки, значит, все. У нас за люди перестали считать. Это сколько? Что? Тут все евро, 2 евро. Ёпа, мать, евро. Да, 2 ОСД. Ну, в баксах, наверное, не было. 180, наверное, 170. Ну, не бери только всякую срань-то, господи, зайчик. Ну, что ты, как это, вот, пакетная-то. Ты не пакетная-то, мне надо для моих браслетиков. Господи. Ну, так вот, магазин «Три пирамиды» заехали. Тут хоть это, фикс прайс. Цены нарисованы, сколько написано, столько и покупаешь. Это прекрасно. Бабу-бани надо с ними. Цены, да, в долларах. Ну, вообще, люди совсем, это, избаловали тут их. Тут одни отели кругом, и все. Вот у них тут везде цены в долларах, блин. В USD 8.30, как в Америке. Пипец, вообще, как люди тут. Зачем это все вы так вот сделали, их избаловали-то? Зачем вы им платите, блин, по 50 фунтов на такси даете? Сдачу не берете? Позволяете с собой вот это вот. Друг? А-а-а, и вот с ним бла-бла-бла, дальше там разговаривать. Какой друг? Какой он тебе друг? Он тебе впарить что-то хочет. Ой, блин. И мы теперь вынуждены вот это вот, с этим сталкиваться, с таким отношением. Это вы их разбаловали. Если отъехать от этого отеля, ну, этот район, Мубарак, чего-то там нам таксист сказал, то вот, если отъехать 2,5 километра, то будет вот так. Ну, не знаю, сейчас вот зашли вот в эти вот три пирамиды, ну, такие там туристические всякие, вот эти безделушек, все, что хочешь. Все эти там пирамидки, слойники, там какие-то вот эти. Все есть. Коралловые тапочки, замечательный фикс прайс. Цены, правда, в долларах написаны, но они вменяемые. Цены в долларах. Пересчитали они там по курсу 30,90, то есть по биржевому, я проверил, ну, все нормально, можно кэшем расплатиться, можно картой, ну, мы фунтиками расплатились местными. Вот. А это все вот новостная, все вот эти инферакструктура на вот эти вот Гавайи. Гавайи, вот там вот дальше тоже Гавайи, за мной тоже Гавайи. Вот они только по-разному называются. Гавайи Цезарь, Гавайи что-то там, аквапарк. Ну вот, а это так вот, мы присосались к ним в магазинчике, вот мы сейчас по ним тут и походим. Делать нам тут все равно особо нечего. Ну, вот нет, я бы тут, конечно, не стал бы жить, потому что, ну, непонятно вообще. Зачем, к чему все это? Нет, неинтересно. Вот еще один торговый центр СМУЗ, называется СМУЗ. Ну, тоже самое, статуэтка, брелочки, магнитики, такое все. Ну, цены нормальные, тоже в долларах. Не знаю почему. А, ну, тут туристы, наверное, приутрят, в долларах платить, что ли. Они подстраиваются просто. Ну, такое все, да, пакетное-пакетное. Все это не особо нужно. Туристы тут катают на этих вот таких диванчиках. Ветер сегодня. Ну, у нас-то там хорошо, а здесь вообще ветер. Это мы по такому прошлись. Просто там какая-то стройка и мужик-охранник. Мы типа, можете пойти посмотреть. Ну, идите. Опа, а тут и понтончик, и вообще так прикольненько. И мы вот, короче, полеем, вот, себя разлипаем. В отеле мы сидеть там за мной. Ну, я бы здесь жить, конечно, не, вообще никак. Я не знаю никакую. Море здесь вообще фигня какая-то. Грязная какая-то, лужа. Не знаю, не нравится. Мне нравится. Все равно. Прошли еще 500 метров. Вот здесь очередное скопление лавок. Вот Анечка там по ним ходит. Ну, все насквозь туристическое. Опять же, эти чаи-каркадея, какие-то майки, футболки, какая-то вот эта вот лабуда. Ну, цены, да, там все по 3 доллара, по доллару такое. Все в долларах цены. Эй, друг. Вот я тут от них в сторонку немножко отошел, чтобы они не задалбывали. Не, вот как я с пакетным туризмом не столкнусь, так прямо фу. Зачем, как люди, зачем вы ездите в такие отели? Из развлечений это у вас вот походить по таким вот этим лавкам. Ой, ой, друг. Господи, какая тоска. И как у нас на Широтончика весело. Да у меня везде весело. Тигеране у меня весело. На Пхукете у меня клево. На Самой у меня клево. Я сам себе хозяин-барин. Я плачу там только за то, что вот реально хочу. Вот захотел здесь остановиться, вот в этом отеле. Вот пошел, посмотрел глазками, заплатил. Захотел купить вот фруктов. Цена хорошая показалась. Фрукт купил. Захотел в кафе пожрать. Вот тут вот именно вот меня пробило вот на такое вот именно, на кебабы. Вот поел, все понравилось. С видом на море. Пошел дальше. Я сам себе хозяин. Сам себе все планирую. И никаких вот этих друг, брат, у меня тут вообще нету в моей жизни. А как я столкнусь с этим? Во. Ага. Клевый чувак. Ингелий шоу, русский магазин. Понятно. Спасибо. Не-не-не, спасибо. Немцы, похоже. Спасибо. Да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да. Ой. Кошмар какой. Какой кошмар. Из приятного. Тут ходит маршрутончик. Ну и вообще всякие автобусы там. И вообще проблем с автобусным сообщением тут нет вообще никакой. Каждые минут пять тут ходят разные маршруточки такие вот, как у нас там на Шаратоне. Какие-то вот непонятные автобусы там. Ну, тормозишь одного, тормозишь второго. Туда остановится. Ну вот. Мы, короче, едем за пять фунтов на человека. Я считаю, это нормальный прайс, как бы для такого между... Межрайонного сообщения. Вот-вот-вот-вот поехал маленький вот этот маршрутончик. Это вот оно. Это наш вариант. На маленьком таком маршрутончике по городу два фунта. Здесь за городом, ну, пять. Ой, замечательно. Как едем и едем. Таксисты у меня сегодня вообще. Весь мозг выпили. Божечка моя любимая. Едет вот со мной тут. Это вот травят насекомых. Ну, это выглядит не очень, но на самом деле это нужная процедура. И как бы после этого вообще никакие мухи, ничего, никакой живности нету. Это классно. Так, на ужин у нас вот дыньки. Мы вот ужинать вот этим вот будем. Вот это супер. Вот это наш вариант. Бук какой-то. Вот они крабы-гриль делают. Пойдем посмотрим, что у них тут на ужин дает. Здрасте. Нараз тут уже толпится, челюсти щелкают. Вот Анечка уже тут у меня тоже голодным взглядом окидывает. Что тут нам дают ватрушечка? Опять что-то в масле там кипится. Кипит страшное. О, вот наш вариант. Вот это вот супер. Вот это вот вообще. Вот обожаю. На рисик вот такую вот подливочку. Прямо вообще. Вот наш вариант. Вот это мне нравится. Вот это я вот буду есть. Так, вот эти все макарушки. Это нет. Это не наше. Тут что-то тоже такое непонятное для приготовления. Яичницы, наверное. Ну, вот креветочки делают. Креветочки делают. Ну, просто максимально. Просто взяли вот так вот на противне, пожарили, и ты их трескаешь. Вот они, крабчики из гриля. Ну, это Анечка больше по крабам. Пусть она их-то не пробует. Так. О, вот эта курочка гриль. Походу. Ревью. Так. Что-то тут народ столпился в очередь. Что-то еще дает. Тут что-то непонятное. Курица с чем-то. С яйцом. Так. Ну, ужин лучше, чем обед у них получился. Сладости. Что-то я такое не очень понимаю. Не-не, но проблем. Спасибо. Так. Это что-то тоже такое. Chemical. Это все chemical. Chemical такое, чтобы обед не съели. Вот они сюда опять выложили что-то такое же. А, не, вот дефирки вот эти вот новенькие. Или что это такое? Пампушки какие-то. Ну, это мы такое не... Не особо. Ну, короче, прикольно. Сейчас рисик с говядинкой тушеной. Вот, навернем, и будет прям замечательно. Анечка вот салатики накладывает. В общем, ужин нормально. Ужин... Ужин лучше. Ужин лучше. А, вот еще сушики у них тут есть. Ну, сушики я, наверное, вот с парочку с креветочками такие вот возьму и все. Остальное все это рис и какая-то морковка там внутри. Такое я, конечно, здесь не буду. А с креветочками у них какой-то, видимо, тут поставщик есть, который им креветок вот сюда поставляет. Вот у них тут вообще креветку куда-то не пихают. В салаты так просто. Ну, фишка такая. С утра побежали в качалочку. Я вот уже побегал, Анечка еще. Там ходит, продолжает. Вообще никого нету. Была с утра тут такая спокойная одна тетенька. Ну, она уже свалила. И вот все, качалочка наша. Сейчас вот пожать надо. Что-то пожать хочется суточку. Хотя бы. Пожать. Потом вот, наверное, по дубам пожать. Потом, может быть, немножечко поприседать. Вот здесь вот, наверное, пресс в висе ножки. Подъем поделать. Ну и все. Остальное мне все не нужно. Мне все на сегодня и хватит. А может, еще из-за головы, вон, что-нибудь, это, потянуть. Тросик. 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 Супер. Поехали. Тридцать пять. Молодец Молодец Классная качалка Такая атмосфера рабочая Все занимаются Такие не обездельничают Как арабы Хорошая качалка Все такие ровные, спокойные Ни музыки тут ничего такого Раздражающего рэпа какого-то Арабского нет Классная качалка Завтраки тут не менее дурацкие Чем обеды Короче сосиски из бумаги, котлетки Еще не пробовал Яйца наш вариант И вот йогурты И эти мандаринки, апельсинки набрали И все Тут вообще какая-то фигня Ну булку взяли После качалки можно Сосиски бумага я говорю Зачем ты эти крендибубики взяла Чего это Это вообще какой-то Жуть Чемикал Чаечек набрали Да Шратой конечно фу Ну вот мы выписали Сейчас стоим на дороге Автобусика ждем Вот уже там Подъезжает автобусик Надеюсь это такой Ну рейсовый Не туристический Вот Вот там таксомафия стоит Но сейчас их мало Там вчера-то вечером их вообще было Не знаю, там штуки 4 машины Все там гал-гал-гал-гал-гал-гал Галдеть Ну вот такая диспозиция, короче Тут какая-то стройка Какая-то, короче, параша Что-то, короче, да, мимо проехал Видимо, туристов каких-то везет А вот сейчас постоим Маршрутончик в течение 5 минут должен подъехать А так из ресторана выходишь, вот ничего нет В пустыне и вот такой вот гал-гал Вот, короче, такая вот атмосфера Вообще ни о чем Ну, в любой момент можем вызвать ин-драйв Так что мы тут, это, не останемся Тут в Чистанбуре такси ездят Просто надо немножко подождать Сидим на красненькой Kia Riva Заказали такси ин-драйв Да, хороший день Как обычно, они такие в ин-драйве Молчаливые и правильнее просто едят И все Это все Анечка начала поднывать Давай такси выйдем, давай такси Вызвали такси, пока его ждали Тут минут 5-7 Проехали два автобуса Проехал миллион каких-то дядек Типа там, может вас подкинуть Можно было на третьем автобусе На котором мы сюда приехали Можно было на нем вот доехать И вот этот Голбас Чуть-чуть раньше приехал На автобусе это интересно ехать Че там Люди прикольные Че в машине сидишь в коробке И все, ничего не видно Даже окна, бойницы такие Сквозь них не видно ничего В автобусе жизнь Не, ну я люблю на автобусах ездить А у Танечки барская кровь У нее играет Три капли княжеской крови Вот она такси все время любит Ну и поэтому 50 на 50 Компромисс у нас Так-то так Ой, зашли домой Как у нас офигенно Стирашечку вот запустили Все у нас тут навалено Как нам удобно Ой, как хорошо Вообще супер Наш он с эксадром огромный Наша комната-кладовка В которую мы Навалили там всякие наши шмотки И все И больше туда не заходили Надо как-нибудь поспать тут будет что ли Ну короче, запасная комната у нас Это там влажка у меня Аня гладит Она там в одной кровати Использует как эту Гладильную доску Это вот у нас тут Спальня наша Тут тоже у нас удобно разложена Как нам нравится Это наш балкон козырный Вот наши столики Стульчики, которые мы купили Классо Это наше морюшко Сейчас вот сюда пойдем Вот в эту вот Алию бич Вот посередине которой Вот туда вот мы ходим Купаться Погодка сегодня хорошая Сегодня попрохладнее что-то на пару градусов Чем вчера Завтра обещают еще прохладнее Там 23 или 24 Короче, завтра все равно работаем Вот за вторничек опять будет потепление Опять будет у нас Хорошо В общем вот Да, и сегодня барашки такие небольшие То есть Есть какая-то Какая-то волна Значит есть ветерочек И что-то прямо вот Вода вся ушла Прямо вот эти вот кораллы Прямо вот чуть ли не там Вообще голые Из-под воды стоят Странно Не знаю И вот да На пляжах прямо Отлив Прямо мелко-мелко Странное какое-то явление Ну, сейчас пойдем посмотрим Я думаю нам купаться это не помешает Вот Вот это пляж Мы к себе когда вернулись Прямо вообще Тащимся Ну, здесь здорово И водичка прозрачная И заход в море приятный Вот песочек И там никаких этих камней Кораллов Ничего такого нет Вот коралл там вот дальше Где буйок Туда в добор можно Коральчик рыбкий Люди все нормальные такие Ни детей ничего нет Ну, музыка превышенная Пляжик такой простой Но вот классный Вот рядом Оранж Бич Мы вот сюда ходили В прошлом году Раз или два Ну, он такой шумноватый Нам что-то показалось Такой народу много Ну, как-то не зашло, короче Вот А наш пляж вот там Ну, вернее, в прошлом году Мы ходили все время на пляж Который вот За Оранж Бич Там дальше Вот видно Такой заборчик Посередине Вот Ну, вот он тоже Такой хороший Хан Саммер называется Потом дальше Идет пляж Белый Вист И дальше Там какие-то отели Отели пошли Вот Ну, вот здесь вот Пляж живут Они классные Сейчас вообще Волнение Как бы Вот барашки на море Но здесь ветра Особо такого нет То есть, как бы Ну, вот Тород даже купается Потому что Здесь вот такая Видите, вот бурточка И от ветра Все более-менее Так защищено Ну, плюс заборы Постройки какие-то И здесь вот Все так себя чувствуешь Ну, весной Самое милое дело Вот здесь Вот Песочек вот у нас тут Видимо просеяли Грабельками Какими-то прошлись Ну, и хорошо А? А? Ну, он досюда Да Вот у нас где-то Вот досюда Море обычно Ну, вот А сейчас вообще Какой-то жесткий отлив Ну, вот купайтесь Тетенька Ну, может Ну, попозже Погреемся Так, сегодня Что-то прохладненькое Ну, как-то Грабельки на два Наверное Прохладнее И уже так Купаться не особо Хочется Где-то сейчас 25 Нам 26 Так вот Вот Ну, хорошо Хорошо Блин, вот у нас хорошо Да, Божок? Вообще Супер Вот здесь Супер Вот у нас Тут какая водичка Прозрачная Здесь уже глубина Одну метра два Наверное Вот рыбки там плавают Потому что Здесь вот такие Вот огромные Эти яхты стоят То есть Как бы Ну, осадка у них Приличная То есть Одну метр два Наверное Божка уже три И вот дно видно Все прозрачно Вообще идеально Вот А где мы были Там вот не И вот здесь Что же дальше Коральчик начинается Вот где темное Вот прекрасно Вот наш пляжик Вот это вот Красное здание И вот эти вот Несколько зонтиков Вот мы сюда Сгорать ходим Вот А рыбачить Мы пойдем Немножко подальше А рыбачить Вот, наверное Где камни Вот эти Вот где камни Вот пирс И там дальше Вот эти камни Это вот еще один Такой пирс Мне кажется Дальше сегодня Да Вот где камни Там вот Короче Мы туда пойдем Сегодня за 35 фунтов Попробуем Что-нибудь Половить Нет, знаю точно Мы проходим Вот этот вот Вот этот белый Чуть дальше И вот там Хорошо Вон подряд Едут 3 маршрутона Это чистота Работа Египетского транспорта Интервалы Вообще Как бы они Каждые Всего 15-30 Маршрутончик идет Очень удобно Так сели За 2 фунта Едем на базарчик Ильдохар У нас дубак Прогнал Прогнал С этого С пляжа Делать нечего Вот решили На базар съездить Ну там Походить Там торговые кварталы Такие Все такое Мы сейчас ходим Ищем базар Мы знаем Что в 200 метрах От моря От старого рынка Ильдохар Где-то построили новый Новый такой Цивильный И он должен быть Рядом с автовокзалом Короче Ну вот здесь Автовокзальчик Такой Маршрутон И все такое Местный Автовокзал Отсюда кстати Ходят вот эти Гаубасы Маленькие В Эльгуну Вот Стоит там 5 рублей Что ли Или 10 Ну короче Вообще Какие-то копейки Вот И вот здесь По-моему Вот это вот И есть Новый рынок Вот он Нам очень хочется Надеяться Что это он и есть Ну вот Мы нашли новый рынок Ну Прилично здесь Народа немного Вот То есть Наверное Тут как бы Еще так Развивается С прицелом На будущее Арабы вообще Любят Толчую Средневековую Суету И такое Вот все Чтобы было Округ Пыльника Бумажки Валяются Поэтому Они наверно Сюда Не очень Охотно Идут Может быть Это место Такое Превратится В туристический Такой Аттракцион Ну Не знаем Короче Пока что Тут так Ничего Нету Ну вот И здесь Есть еще Один Вот такой Большой Павильон Крытый Прямо Вот Очень Большой Тоже Одно Из Ну Помещений Крыльев Этого Базара Эль-Дахар Вон Какие Апельсинчики Чуденькие Ну Все То же Самое В принципе Все это Есть И у нас Там Около Метра Здесь Здесь Наверное Подешевле Просто Но Мы Все равно Не в таких Количествах Все это Едим Чтобы Нам Отсюда Коречить Там Какие-то Мешки Так Потому что Пельсинчиков Купим Пару килограмм Анька Гороха Немножко Возьмет И все Ну Ездить Сюда Мы Конечно Не будем Нам Проще Там Ну Вышел Взял Килограмм Апельсин И все И вот Эти Хай Бля Хуя Это Мне Вообще Выбешивает Не хочу Я Вот Это Вообще Не Тут Лишнее Зачем Зашел В лавку Взял Чем Надо И пошел В общем Новый Рынок Нам Не Зашел Нифига Какие Там Люди Душные И Нет Ничего Как Все Разбросано Вот Старые На старые Пришли Тут Метров 200 Наверное Вот Здесь Да Все Что Хочешь И Выбор Хороший И Цены Хорошие Вот Вот Так Вот Выглядит Анечка Набирает Вот Апельсинки Из апельсиновой Кучи Такой Целый Вот Выбор Пожалуйста Что Хочешь Выбирай Сколько Стоит Я Что Не Понимаю Вот Ценник Написан Блин Что Не Могу Разобрать Трехзначное число Да Да Войдя Навокруг Наверное Ну Что Выбор Из массажки Сделали Очень Хорошо Очень Качественно Здорово Вроде Как бы Она И Лайт Делает Чуть Чуть Но На Точечки Нажимает Как Надо Иногда Даже Ух Прям Ум Говорит Классно Сделай Мне Понравилось В общем Тайские Тетики Которые Нам Показывались Тогда Когда Мы сюда Приходили О цене Договариваться Ну Там Дня Четыре Назад Они Сегодня Куда-то Испарились Видимо Не их Смена Вот Но Сегодня Были Арабские Женщины Но Они Сделали Качественно Да Такой Не тай Массаж Какой-то Более Египетский Массаж Такой Он Отличается Тайский Массаж Более Гнут Тебя А Египетские Они Именно Тебе Каждую Мышцу Проминают Прохрустят Тебя Вообще Я не думал Что у меня Что-то будет Хрустеть Но Хрустел Это Вообще Да В общем Я доволен А Тетка Мне Делала Там Вообще Геракл Какой-то Я Фото Приложу Она Вообще Стронг Просто У нее Телосложение Вообще Реально Вот Такая Здоровая Мышцатая Сейчас вспомню Мона Мона А твою Ха-ха Блин Что-то там Шарин Шарин Да Какая разница Как-то так Да Как-то так Я их не могу Именно запомнить Но Сделали Хорошо Вот Прямо Шаратон Вот Эта Вот Качалка Голз Джим Или Короче Какая-то Она тут Большая Самая На Шаратоне Фитнес Клуб Платинум Джим Во Платинум Джим И вот За Платинум Джимом Вот эта Качалка Массажка Находится Вот Отель Сегал Короче Вот Диспозиция Такая Найти Просто Новый Корпус Сегала Вот Новый Корпус Сегала И прямо Напротив Массаж Коэто А мы Сейчас Пойдем Санечкой Вмажем Фрэш Джуса Что-то мы Фрэш И забросили С тобой Забыли У нас Только всего У нас Только всего Тут что-то Происходит И мы Все Вот это Объять Не можем И у нас Что-то Выпадает Из нашего Поля зрения Периодически Вот из нашего Поля зрения Выпали яхты Мы с тобой Так ни разу Не катались Потому что Холодно И штормит И холодно И штормит И не хочется Когда Уже будет водичка И нужно Хотя бы Посмотреть Да Ну короче Так-то Можно было Просто взять Там Время провести Покататься Просто Позагорать И вот Фрэш Джусы У нас Выпали Из поля зрения А так Вот смотрите Как вечерком Хорошо На шаратончике Красота Движуха Шумненько Музычка Там Бедедам Бедедам Нормально Мне нравится Тут Супер Мы опять пришли В греческую Таверну Что-то Пути дороги Уже третий раз Нас В греческую Таверну И нас тут Атаковали Котики Нашествие Котиков Вот один Котик И вот Еще Там у Невочки Сидит Котик Какой красавчик Хорошо Релакс Пробуем котлетку Там внутри Какое-то наполнение Что-то там Попробуем Нам принесли Мясо Мясо И все У меня прямо Было Вот Так Ваа Только Вкусно Да Ну Я думаю Вот Другое Дело Я этого Вот И ждал Вот Вот Что-то У нас Вон Банда Слушай Еще Рыжий Появился Какой-то Рыжий Вот Анина Кошка Где-то Черный Кот Немки Вот Немочка Понравилась Всему А кот А вот Эта кошка Она переметнулась Изменьшится Видишь От тебя К ним В Германии Переметнулась Конечно Там кормят А тут Дали Да В Германии Кормят В Германии Всех Кормят И кошек Тоже Вечерком Вышли Пройтись По Мамше Променаду Вот Ну Может Тут далеко Километра Два Топаем Ну Вот Мамше Променад Приятный Здесь В принципе Пристают Наверное Так же Как и на Шаратоне Ну К нам То не особо Но так Мы их просто стороной Обходим А так Место Такое Приятное Релаксовое Здесь Такое Нету движухи Как у нас На Шаратоне Такие лавки Вот эти Вот все Насквозь Туристические Конечно Ну Так Покупить себе Какие-то Браслетики Камушки Статуэтки Такое Вот Все Что-то Такого Как на Шаратоне У нас Серьезного Такого Вот Прямо Ну Вещей Каких-то Ну Серебро Золото Таких Вот Прямо Не знаю Соков Попить Давленных Вкусно Поесть Тут Конечно Нет Ничего Такого Здесь Вот Чисто Туристические Люди Сюда Приехали На неделю Купили Там Какие-то Чемодан Футболка Кроссовки Там Что-то Ну Такое И домой Уехали И все Вот Поэтому И сюда Так Чисто Погулять Вот Штейнбергер Здесь Вот И дальше Там Такой Будет Километр Наверное Полтора Такой Вообще Цивильный Такой Участок Променада Вот Мы Любим Очень Там Какие-то Недострои Заброшки Такие Там Нужно Метров Пятьсот Просто Пройти Бывает Вот Такие Вот Там Дальше Штейнбергер Там Вообще Все Козырно Будет Цивильно В общем Вот Такой Променад Здоровый Километр 8 Наверное 10 Он Идет Ну Хорошо Здесь Походить Побегать Жить Здесь Нет Потому Что Непонятно Как Они На Пляж Попадают Тут Как Мы Прошли Пляж Не Видели Если Только Вот В отель Проситься Какой-то Ну Там Платить Фунтов 300 Чтобы Тебя Пустили На Пляж Вот Там Какой-то Лич Написано Может Быть Там То То Могут Наверное Люди Не Живут Вот Прикольно Все Но Прикольно Хорошо Походить Приятно Вот Променад Вечером Возле Отеля Штейнбергер Променад Называется Альдау Чего-то Там Альдау Короче Ну Он Тоже К мамше Променад Наверное Относится Я так понимаю Здесь Все Такое Цивильное Козырное Шмотки Получше Все Подороже Такое Вот Ну У нас Все Тоже Есть Поэтому Сюда Не Заходим Так И Лавки А так Ну Да Тут Можно Купить Футболки Папирусы Фигурки Тут Даже Кофе Попить Негде Но Такие Места Не Очень Любим Больше Что-то Такое Больше Жизни Больше Суеты Больше Всего Вообще Супер Просто Супер Почти Как На Самой Так Вкусно Так О Прям Настальжи Настальжи Очень Очень Похоже Супчик Просто Бомба Вообще Прямо Такие Настальжи Самойские Флешбеки Испытываем Бомба А вот Это у нас Мы в Паттайе Наши первые Блюда Которые Мы там Где-то В ресторане Каком-то Заказали И в оно Прямо Зашло Я прям Даже Помню Этот день Короче Флешбеки Луин Короче Вообще Классно Как супчик Этот Тонг Ха Что ли Называется Куриный Здесь Как-то по-другому Тонг Ха Что ли Они его назвали Арабы Ну Неважно Но повар Таец Это Араб так Не сделает То есть Это Вот Прямо Вообще Идентичный То есть Они даже Подобрали Из местных Специй Или Привезли Из Таиланда Сушеные Там Эти Травки Не знаю Ну Прямо Вообще Один в один Скопировали Таец Точно Повар Класс Вообще Вот Прямо Таиланд Таиланд В чем Хороший Качественный Таиланд Не Вручная Забегаловка А вот Именно Хороший Тайский Ресторан Прямо Один в один Один в один Прямо Сделали Как В Паттайе Там Олежки Там Ананас Все Настоящее Ананас Какой Хороший Здесь Они маленькие Такие Продаются А Этого Прямо Настоящее Ананас Ой Вкусно Вообще Капец Супер Супер Ресторан Вообще Вот Отель Штейнбергер Вот Отель Штейнбергер Тут Напротив Вот Это Штейнбергер Акломэджик Через Дорогу Там Типа Пятерка А это Четверка Штейнбергер И вот Здесь Внизу Там Индийский Ресторан Находится А сразу Следом Тайский Индийский Потом Тоже Сходим Приятного Приятного Птика Душа Моя